Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Вот что мы все о хищниках, да о хищниках. Если не будет травоядных, то все хищники попросту помрут с голода. А среди копытных есть весьма интересные и симпатичные экземпляры. Например, как наш сегодняшний гость, который почти исчез с лица земли, а если он исчезнет совсем, то вместе с ним точно исчезнут несколько котиков и собачек. Встречайте сайгака, он же моргач или сайга, если девочка. Парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп, хотя из-за своеобразной анатомии его иногда вместе с тибетской антилопой относят к особому подсемейству имени себя. Кстати, для всех этих животных у нас есть специальный плейлист «Не хищники». В 2002 году Международным союзом охраны природы сайгак был отнесен к категории, находящихся в критическом состоянии. Хотя изначально сайгаки заселяли большую территорию в степях и полупустынях Евразии от подножия Карпатских гор и Кавказа до Джунгарии и Монголии. Сейчас сайгаки обитают только в Казахстане, Узбекистане, Киргизии с заходами в Туркмению. Выглядит сайгак смешно, относительно мелкая парнокопытная, длина которого в среднем 140 см. Высота в холке 80 см, а масса до 40 кг. У него удлиненное туловище на тонких и сравнительно коротких ножках. А еще нос в виде мягкого, вздутого подвижного хоботка с округлыми сближенными ноздрями, который создает эффект горбатой морды. Этот хоботок нужен сайгаку для совершенной терморегуляции. Летом в степи стоит адская жара, а зимой бывает минус 50, а сложно устроенный нос охлаждает воздух летом и согревает его зимой. А еще он защищает от пыли. Сайгаки никогда на месте не сидят. Их жизнь – это вечное путешествие на много тысяч километров в поисках вкусной травки. Сайгаки считаются непривередливыми к пище и могут питаться любыми видами растительности, которые распространены на территории их обитания. Кстати, они долгое время могут обходиться без воды. Степная жизнь научила. Сайгакам свойственная сезонная концентрация. В разные сезоны года они собираются в большие многотысячные стада в определенных районах степей и полупустынь. Они мигрируют настолько далеко, что могут переплывать большие реки, потому что хорошо плавают, но при этом стараются избегать крутых и скалистых склонов. При этом они бегут и на ходью, развивая скорость до 80 километров в час. Хотят любви сайгаки в ноябре. Тогда-то и начинается самое интересное. Для начала они настолько изнывают от желания делать детишек, что перестают есть. Настает период поединков. Сайгаки усиленно бодаются, а победитель получает гарем из лучших азиатских девушек. К концу сезона большинство сайгаков просто гибнет от истощения организма. Попробуйте постоянно бодаться голодными. После гладиаторских боев беременные самочки собирают свое личное сообщество по защите прав беременных сайгакинь, после чего каждая из них рожает трехкилограммовое чудо. Новорожденные сайгаки довольно быстро растут и крепнут, и уже на шестые и седьмые сутки способны следовать за мамой. Продолжительность жизни сайгаков довольно низкая и напрямую зависит от половой принадлежности. Самцы в естественных условиях живут не более 4-5 лет, а вот продолжительность жизни самок достигает 11. Естественную угрозу для сайгаков представляли степные волки. Но с изобретением огнестрелов голые обезьяны почти полностью их истребили. Причины – мясо, шкуры и азиатская народная медицина. Куда же без нее? Пыль их рогов считается чудодейственной. Лишь недавно людишки вовремя спохватились и сейчас вовсю пытаются восстановить популяцию исчезающих сайгаков. А вам нравится такой сайгакский нос? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.